Давайте перед тем, как я начну, вы посмотрите на часы, поставите видео на паузу и честно напишите в комментариях, на какие часы похожа новинка Hamilton. Тем самым вы сами развенчаете миф, что только микробренды сегодня хамажируют люксовые модели. Перед вами пример того, что хамажи создают и известные бренды, причем хамажи отнюдь не дешевые, так как наша модель залетает в начальный премиальный сегмент. Друзья, ну а вы на канале о часах филтайм, с вами как всегда Станислав и сегодня на обзоре у нас будет две модели от швейцарского бренда с американским происхождением, это Hamilton из коллекции Jazzmaster. Хочется сказать, что этими моделями бренд Hamilton как бы заявляет, что они стараются расширять свою аудиторию. Если раньше модели были больше в полевом и авиаторском стиле, то все больше и больше выходит новых моделей в более классическом и повседневном стиле. Я не знаю, как вам, друзья, но мне кажется, это отличная тенденция. Мне, например, всегда интересно увидеть у бренда что-нибудь новое и интересное. А к бренду Hamilton я вообще в целом очень тепло отношусь. На обзоре у нас будет спортивный механический хронограф. Вот он и часы из той же коллекции, но в более миниатюрном размере, 38 мм без хронографа. И несмотря на то, что визуально эти часы практически сделаны под одно лекало, что это значит, что у них практически одинаковые корпуса, исключая размер, вы увидите это в течение обзора. На самом деле это абсолютно разные часы и в этом вы также в течение обзора убедитесь. Так что не забывайте подписаться на канал, авансом поставить палец вверх, а мы будем начинать. Вот они, собственно, наши модели. Каждую из них я разберу отдельно, но для начала давайте начнем с упаковки. Это стандартная коробочка Hamilton. Здесь ничего не меняется, вся документация и сопутствующие документы будут в комплекте. В моем интернет-магазине FieldTime вы покупаете только оригинальные часы Hamilton с официальной гарантией 2 года. Ссылки для покупки я оставлю в описании к этому ролику. И давайте начнем с нашей крохи. Всего 38 мм диаметр. Если честно, я сразу решил, что это женские часы и хоть Hamilton позиционирует их как мужские, я могу смело зачислить их в разряд часов унисекс. Думаю, что многие из вас со мной согласятся. Поставьте палец вверх, если поддерживаете. Раз уж затронули размеры, давайте озвучу полностью. Диаметр 38 мм от ушка до ушка. 44 мм. Толщина 11-47 мм. Вес 64 грамма. На моем запястье 18 см в обхвате сидят отлично. Стоит учитывать, что ушки здесь достаточно длинные. Но я не буду отрекаться от своих слов, что часы можно воспринимать как унисекс. Ради интереса давайте посмотрим их на женской ручке. Корпуса очень сложная форма с непростыми изгибами. Бока и верхняя часть ушек с сатинированием, а между ними полосочка зеркальной полировки. Сам корпус с PVD покрытием под золото. Качество отделки здесь на высоте. Заводная головка удобная, ей легко оперировать. Она, на удивление, завинчивается. Водозащита часов составляет 100 метров. Конечно, это не дайверские часы, но с такими характеристиками можно смело плавать. Безель с черным покрытием и минутной разметкой с интервалом 5 минут. Безель не вращается, а разметку можно воспринимать как дополнительную шкалу для удобства считывания времени. Плюс, конечно же, это часть стиля часов. Сапфировое стекло с антибликовым покрытием является идеальным продолжением безеля в виде легкого купола. Ремешок из перфорированной кожи прекрасно подчеркивает спортивный стиль часов. Есть система быстрой замены. Застежка классическая с гравировкой бренда Hamilton. И через заднюю крышку часов можно видеть механический калибр H10 с запасом хода 80 часов. Циферблат здесь очень лаконичный. Пластина бело-серебристого цвета. На ней накладные метки часов. Как и стрелки, они золоченые. Создают прекрасный контраст и, как следствие, отличную читаемость. Минутная шкала выведена аккуратной черной полоской по окружности циферблата, которая немного провалена под основную пластину. В общем, с одной стороны простовато, а с другой стороны очень гармонично все это смотрится. Переходим к нашему флагману. И если вы еще не написали в комментариях, на что похожи эти часы, то я сделаю это за вас. Конечно же, дизайнеры Hamilton вдохновлялись легендарными Rolex Daytona. Само собой, что здесь другие формы, элементы, характеристики, но сходства не отнять. Сразу хочу сказать, что корпус достаточно увесистый. 129 грамм. Хоть внешние часы кажутся легкими. Их размеры 42 миллиметра диаметр. От ушка до ушка 51 миллиметр. Толщина 15-22 миллиметра. И давайте посмотрим на руке. Я бы сказал, что на моей руке они сидят уже на грани. Все-таки и диаметр приличный, и от ушка до ушка немалое расстояние. Запястье однозначно должно быть крупное. Как я и говорил, форма корпусов двух моделей похожа. Здесь такие же сложные изгибы. Все то же самое по покрытию, отделке и ее качеству. Единственное, что есть кнопки хронографа, которые идеально ложатся под форму пальцев. А с левой стороны есть вот такая кнопка, с помощью которой регулируется дата. Это удобно. Плюс в комплекте предусмотрен инструмент вот в таком мешочке, с помощью которого можно этой кнопкой оперировать. На безеле расположена шкала тахиметра. Я не знаю, кто ее сейчас реально использует. Но вот общий стиль спортивного хронографа она всегда четко обозначает. Как и перфорированный ремешок из натуральной кожи, он аналогичен предыдущей модели. Правда, здесь нет системы быстрой замены. Зато есть шикарная застежка-хлопушка. Через заднюю крышку часов можно видеть механизм H30, который содержит в себе 29 камней и работает с запасом хода 60 часов. Циферблат в основе имеет такую же бело-серебристую пластину, как и в предыдущей модели. Но он, конечно же, более наряженный. Если взять саму пластину, стрелки, метки и минутную шкалу по окружности, то никаких отличий. Зато есть окошки хронографа, которые гармонично вплетаются в сердцевину и очень меняют внешний вид часов. Хронограф считает до 12 часов. Плюс есть такие приятные детали, как накладной логотип Hamilton. В предыдущей модели он печатный. Водозащита часов составляет 100 метров. Здесь снова же головка завинчивается для лучшей герметичности. И давайте будем переходить к итогам. Поехали по итогам. В моем интернет-магазине FieldTime и в целом магазинах Украины версия без хронографа на сегодня имеет цену 52 670 гривен. Часы с хронографом 106 030 гривен. Что буквально в два раза дороже версии без хронографа. И несмотря на похожесть часов, они все-таки абсолютно разные. Первые часы в диаметре 38 миллиметров без хронографа. Это более приземленный, более простой дизайн. Эти часы подойдут на небольшое мужское запястье. Либо подойдут женщине, которая любит крупные часы. И эта модель подойдет практически под любой стиль одежды. Но будет максимально хорошо, как по мне, смотреться именно с более сдержанной одеждой. И даже с каким-то деловым костюмом. Хронограф же будет прекрасно смотреться на массивном мужском запястье. Это брутальные часы. И я не могу сказать, что они сильно требовательны к какому-то трескоду. Они также будут хорошо смотреться и с деловым костюмом. Но стоит учитывать, что дизайн этих часов как раз очень агрессивный. И не каждому он понравится. Плюс это прекрасный вариант для тех, кто ищет доступную альтернативу люксовым Rolex Daytona. Напомню, что купить оригинальные часы Hamilton вы можете в моем интернет-магазине FieldTime с официальной гарантией 2 года. Ссылку для приобретения я оставлю в описании к этому ролику. Также эти модели можно заказать в крупные города Украины в физический магазин. Прийти, пощупать, померить, если они вам понравятся, по месту оплатить и забрать. Для того, чтобы уточнить детали, пишите в мой личный телеграм. Ссылку на него я также оставлю в описании к этому ролику. Как вам вообще часы? Какая модель понравилась? Пишите ваше мнение в комментариях. А на этом я буду заканчивать. Не забывайте подписываться, поставить в качестве благодарности. А с вами, как всегда, был Станислав. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok